Слава Господу, братья и сестры, за это время, которое дал нам Господь, за то, что Господь позволил нам дожить до этого дня, последний день в этом году. И знаем, что мы встретим в следующем. Просили у Господа. Я верю, что Господь услышал нашу молитву в эти дни, в дни поста и молитвы, где просили мы благополучного пути для себя, для детей наших. Просили благословения, чтобы на наших столах был хлеб, чтобы была одежда, кровь, чтобы мир и тишина была. Это очень важно, когда в это время во многих регионах этой планеты Земля нет мира. Война, плач, слезы, раны, смерти. Но мы до этого времени под покровом нашего Господа. И будем дальше нуждаться и просить Господа благословения. Благословения для себя, для наших семейств. И в этот день я желаю, братья и сестры, чтобы мы прославили нашего Господа за то, что мы имеем. Так немного нужно человеку. И так много нужно человеку. Один сказал, Господи, муж сказал, Господи, не давай мне нищеты не давай мне и не давай мне богатства. Если бы мы так, братья и сестры, так же молились пред нашим Господом и нуждались. Не давай мне, Господи, богатства и нищеты не давай мне. И в таком положении, я думаю, мы все прожили этот год. И даже больше, нежели достаток, мы имели в этом уже уходящем году. Не прославим ли мы Господа, братья и сестры? Не скажем ли слова благодарности тому, кто держит жизнь нашу в своих руках? Слава Ему! Мы встанем все на наши ноги, я прочитаю место, что написание, мы обратимся к Господу в молитве. Некоторые, братья и сестры, поздравляют с новым наступившим годом. Наш хор будет петь псалом. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы этот год, который вот-вот и наступит, был годом благословения. Я не могу себе перечислить нужды и желания, которые у меня внутри, но хотел бы, чтобы никто не отошел от церкви. Ни одна семья не была горчена, не осталась одна жена без мужа, чтобы никто не развелся. Чтобы в семьях был мир и благословение. Чтобы те дети, которые в непослушании отошли от гнездышка, братья и сестры вашего, возвратились назад. А те, кто отошли от церкви, вернулись назад. Чтобы этот год был годом благословения. Чтобы никто не заболел с тяжкой болезнью. Чтобы в аварии никто не погиб. И так дальше наши просьбы и наши молитвы пред нашим Господом. Я хотел бы, чтобы наша молодежь была сильная. Никто не был погряз в грехах и в беззакониях. Хотелось бы, чтобы в этот год чувствовалось Божье присутствие и Божье благословение. И чтобы мы переживали, братья и сестры, о том, что мы не оставлены Господом. Что Господь видит нас, знает. И Господь посвящает нашу жизнь, наше сердце. И мы не только носим имя, называемся, но мы есть Божьи дети. Я прочитаю месседженописание из Ветхого Завета, из первой книги Библии. Это Бетие, когда Яков шел в родные места своего отца. И здесь такое слово. Яков же вышел из Версавии и пошел в Харан. И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на нем. И увидел он сон. Вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается небо. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего, и Бог Исаака, землю, на которой Ты лежишь, Я дам Тебе и потомство Твоему». И пятнадцатое начало. «И вот я с Тобою и сохраню Тебя везде, куда Ты не пойдешь». Да будет это, просьба пред нашим Господом, «Сохрани нас, Господи, везде, где мы не будем». И да будет рука Твоя, берегающая нас. И души наши, и тела наши, да будут в Твоих руках. Молимся, братья и сестры.